Артём уже сам включает приставку. Любит видеоигры. Так он борется не только со скукой, но и с сахарным диабетом. Заболевание атаковало тайно. Артём пил много воды, терял в весе и сильно потел. Сейчас уровень глюкозы в крови нормализовался. И всё благодаря постоянному мониторингу через специальный прибор. Он прикреплён к руке ребёнка, и мама может через приложение отслеживать показатели. Не представляю, как раньше люди могли обходиться без удалённого мониторинга, чтобы не видеть сахаров ребёнка. То есть он у меня 24 на 7 под контролем. То есть я вижу, когда сахар падает, я, например, воспитателям в садик звоню, они там дают ему что-то сладкое. Когда он повышается, соответственно, мы делаем корректировку в помпе, чтобы ему подколку сделать, чтобы сахар пошёл на уменьшение. С диабетом маленький геймер живёт уже полгода. Быстро адаптировался и хорошо себя чувствует. Научился сам замерять уровень сахара. А регулировать обмен веществ ему заботливо помогает помпа. Артём шутливо зовёт её бомбой. Наверное, представляет себя героем видеоигр. К ней картриджи ещё есть. А вот к удалённой системе мониторинга, благодаря которой Артём живёт, как обычный ребёнок, расходные материалы кончаются. Они стоят 150 тысяч рублей. У мамы Артёма таких денег нет. Нас в регионе знают. Родители тяжеловальных ребятишек между собой общаются. И поэтому на нас выходят, когда есть необходимость нашей помощи. А с мамой Артёма получилось точно так же. Когда потребовалась помощь, она нашла наши контакты и обратилась к нам за помощью. Читатели Росфонда собрали уже 50 тысяч рублей. Но поддержка ещё требуется. Нужно лишь отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Сообщение стоит всего 75 рублей. Их отправка не ограничена. Чтобы отправить деньги на счёт, достаточно перейти на сайт Росфонда по Иркутской области. Там, где на портретах улыбаются дети, им помогают бороться с тяжёлым заболеванием. Екатерина Сыровацкая, Константин Синицын, АС-ТВ.